Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами обсудим лекарственную терапию плоскоклеточного рака головы и шеи. Плоскоклеточный рак головы и шеи является одной из важнейших медико-социальных проблем современной онкологии. Ежегодно в мире диагностируется 700 тысяч впервые выявленных злокачественных новообразований опухолей головы и шеи, что составляет в мире 4,9% всех впервые выявленных злокачественных новообразований в мире. Злокачественные опухоли головы и шеи включают в себя разные по морфологии заболевания, большинство из которых, 90%, как говорила уже Замир Ахмедовна, представлены плоскоклеточным раком. Локализация плоскоклеточного рака головы и шеи – это губа, полость рта, глотка, который включает в себя ротоглотка, носоглотка, гортаноглотка, гортань, надсвязочная часть, связочная часть, подсвязочная часть и паранозальные синусы. Несмотря на то, что практически все случаи плоскоклеточного рака головы и шеи представлены первичными опухолями или имеющие распространение на регионарные лимфатические узлы, смертность и процент рецидивирования достаточно высок. Мы пользуемся для лекарственного лечения и вообще для выбора тактики рекомендациями. На территории Российской Федерации это Ассоциация онкологов России, это Русска. Также мы обращаемся и используем европейские рекомендации НССН. Чаще всего опухоли головы и шеи выявляются, конечно, в третьей-четвертой стадии. Для нерезиктабельных опухолей стандартом лечения является проведение химиолучевой терапии. Препаратами, которые мы используем, это цисплатин в различных модификациях, либо это раз в три недели, либо это еженедельно в комбинации с лучевой терапией, либо это таргетная терапия с токсимабом, либо это полихимиотерапия цисплатин в комбинации с 5-фтороцилом раз в три недели, суточной инфузией. Конечно, проведение химиолучевой терапии сопряжено с высоким риском осложнений. Порой нам приходится дозы редуцировать или же вообще отменять химиотерапию в процессе лечения осложнений. Но, тем не менее, это является наиболее эффективным методом лечения. Для плоскоклеточного рака головы и шеи, как я уже говорила, используются высокоактивные препараты платины, это токсаны, это препараты таргетные. И совсем недавно этот список пополнила и монотерапия. Таргетная терапия плоскоклеточного рака головы и шеи представлена моноклональным антителом к рецептору GFR с токсимабом. Он экспрессируется почти в 100% случаев плоскоклеточного рака головы и шеи, и повышение его экспрессии обычно ассоциируется со снижением безрецидивной выживаемости и общей. ИGFR – это основная мишень таргетной терапии при плоскоклеточном раке головы и шеи. В 2018 году была присуждена Нобелевская премия двум ученым – американскому и японскому ученому – за открытие противоопухолевой терапии путем ингибирования негативной иммунной регуляции. Основные отличия иммуно-онкологических препаратов от классической химиотерапии таргетных агентов. Действие классических цитостатиков и таргетных агентов непосредственно направлено на опухолевую клетку. А иммуно-онкологические препараты действуют опосредованно через Т-лимфоциды и другие иммунокомпетентные клетки. Это мы видим рекомендации Русска, где два препарата – это Ниволумумаб и Пембролизумаб. В европейских рекомендациях мы также видим эти препараты, они также используются. Исследование Кейтноид 040. Дизайн его исследования включал пациентов с наличием рецидивом плоскоклеточного рака головы и шеи, с невозможностью локального или системного лечения. Либо уже пациенты, получавшие препараты платины, включались больные с первичной локализацией рота глоткой, полости рта, гортана глотка, гортань. Общий статус пациентов был ЭКОК-01. И также происходило изучение биомаркерного анализа на ПДЛ. Рандомизация пациентов осуществлялась один к одному, было включено 466 пациентов. Первый рукав больных получал Пембролизумаб 200 мг каждые три недели. Второй рукав получал химиотерапию по мнению исследователя, либо была таргетная терапия. Первичной оценкой была общая выживаемость пациентов. И что мы видим? Общая выживаемость была выше в группе получающих Пембролизумаб. Общая выживаемость зависимости от ПДЛ. Мы видим, что там, где экспрессия была выше у тех пациентов, общая выживаемость была значимо выше. Также выживаемость без прогрессирования была значимо выше в группе с высокой экспрессией ПДЛ. Уровень объективных ответов был выше в группе, где ПДЛ был также высокий уровень. Длительность терапии и что касаемо нежелательных явлений. В исследовании длительность терапии, иммунотерапии составила до 24 месяцев, на химиотерапии до 18 месяцев. Нежелательные явления были выше в группе с химиотерапией. Исследование Кейтнот-040 нам позволило получить информацию, что Пембролизумаб обеспечивает до 19% снижение риска смерти по сравнению со стандартной химиотерапией при рецидиве либо метастатическом плоскоклеточном раке головы и шеи. Ответы на терапию были более частые и более длительные в группе Пембролизумаба. Эффективность Пембролизумаба выше продемонстрирована при высокой экспрессии ПДЛ. И терапия Пембролизумабом обладает более благоприятным профилем безопасности, нежели чем химиотерапия. Это слайд с препарата Пембролизумаб сайда ГРЛС. Мы видим, что с июня показания к препарату расширились. Теперь препарат показан в качестве монотерапии, в комбинации с химиотерапией, включающей препараты Платин и 5-фтору-роцил, в качестве первой линии у пациентов с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи. Также показан для пациентов с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи с прогрессированием заболевания во время или после химиотерапии, включающих препараты Платин. Второй препарат, который мы пользуемся, Ниволумаб, при плоскоклеточном раке опухоли головы и шеи, рефрактерным препаратом Платины. Критерии включения в исследование были рецидивирующие метастатический плоскоклеточный рак органов головы и шеи. Туда включались ртовая полость, гортань, глотка. Прогрессирование в течение 6 месяцев после завершения платиносодержащей химиотерапии. Также было уже изучение определения статуса ВПЧ и независимо от статуса ПДЛ оценка. Рандомизация осуществлялась 2 к 1. Первый рукав пациентов получал Ниволумаб 3 мг на 1 кг каждые 2 недели. И второй рукав получал химиотерапию по выбору врача. Либо это метатриксат еженедельно 40 мг на 1 квадратный, либо это доцитоксел 30 мг на 1 квадратный, либо цитоксимаб. Первичной контрольной точкой оценки была общая выживаемость. И что же нам продемонстрировало исследование? Мы видим, что во второй линии увеличение 2-летней выживаемости у пациентов в группе иммунотерапии. Частота объективных ответов также была выше в группе иммунотерапии. Это с сайта ГРЛС слайд. Это регистрация препарата, показания рецидивирующие или метастатический плоскоклеточный рак головы и шеи. Какой же один из таких вопросов, в которые встречается врач-онколог, как долго нужно делать эту терапию? На самом деле ответа на этот вопрос нет. Оптимальная длительность введения препарата неизвестна. Особенность ответа на иммунотерапию, конечно, стоит обговорить. Метастатические очаги состоят только из клеток опухоли и строми. На фоне иммунотерапии размер метастатического очага может уменьшиться. Это как объективный ответ. Увеличится прогрессирование или увеличится вследствие значительной инфильтрации клетками иммунного ответа. Так называемое псевдопрогрессирование. Критерии ответа на иммунотерапию. Полный ответ – это исчезновение всех очагов, в том числе новых. Частичный ответ – это уменьшение таргетных очагов, плюс, возможно, появление новых на 30%. И допускается появление новых очагов. Стабилизация – это уменьшение опухолевых образований менее чем на 30% при отсутствии новых поражений. Или увеличение не более чем на 20%. Допускается появление новых очагов. И псевдопрогрессирование – это когда увеличение таргетных очагов, плюс появление новых очагов не более чем на 20%. Псевдопрогрессирование на терапии ингибиторами контрольных точек иммунного ответа оценивается как переходящее увеличение опухоли или метастатических очагов. Частота встречаемости псевдопрогрессирования составляет от 2 до 6%. Среднее время ответа, которое мы ожидаем от иммунотерапии – это от 74 дней до 169. Оценка эффективности проводится по системе аэрицист с подтверждением не менее чем через 8 недель эффект. Также требуется, конечно же, при оценке на опухоли на иммунотерапию – это работа мультидисциплинарной команды. С чем часто мы встречаемся во время проведения иммунотерапии – это иммуноопосредованные нежелательные явления, ассоциированные с иммунотерапией. Здесь, конечно, не все представлены на слайде, но наиболее часто встречающиеся – это печёночные, почечные, кожные, нервно-мышечные, желудочно-кишечные, респираторные, эндокринные осложнения. Непосредственно большинство нежелательных явлений возникает в течение первой месяца терапии, но, возможно, и более позднее развитие таких осложнений. Также они имеют иногда характер волнообразный. Для оккупирования большинства нежелательных явлений используют кортикостероиды высокой дозе. В рекомендациях Русска существует целая глава, посвященная иммуноопосредованным нежелательным реакциям, в которых подробно указано, как правильно их купировать, как дозу кортикостероидов увеличивать. Ну и, как я уже говорила, необходима длительная терапия кортикостероидов с последующим снижением дозы. Когда пациенту мы назначаем иммунотерапию, мы обязательно должны с ним поговорить, все обсудить, научить его, на что обращать внимание, в каких случаях обращаться к доктору. Необходим тщательный мониторинг, современная диагностика, раннее начало лечения нежелательных явлений. Обратимость большинства осложнений при только строгом соблюдении алгоритма. Ну и, конечно, уже, как я говорила, необходима мультидисциплинарная команда. Это онколог, гастроэнтеролог, эндокринолог, пульмонолог, дерматолог, невропатолог и офтальмолог. Спасибо за внимание.